Добрый день. Добрый день. Доброго дня. Ну, что хотели юноша? Ну, я уже, может, писал вам, Стернопольской области, своя воля. У меня доброе чути зараз? Доброе, доброе. Доброе чути. Привет. Привет. Я с другом подготовил деколька питаний, если вы готовы с тем. Вопросы подготовил. Давай. Так, у нас все записывается, в интернет выставляется. Смотреть будешь не против? Нет, не против. Все, потому что у нас тайны никаких нет. Иначе я прекращаю разговор. Зачем нам? Мы открыты всем ветрам. Говори, пожалуйста. Значит, первое питание про киевский патриархат. У меня родители ходят к киевскому патриархату. И я ходил к киевскому патриархату. А когда я поступил до Киева, то там через друга почал ходить до москового патриархату. У меня питание. Киевский патриархат, он как? В нього есть? Взагалі ничего в нього немає. По частям надо, потихоньку. Что киевский патриархат? Ну, он раньше ходил патриархат Денисенко, который... Денисенко. А сейчас ходит московскую патриархию. Я спрашиваю, а Денисенковский благодатный патриархат или нет? Нам не надо об этом рассуждать. Не знаю. Но только где его ставили, и там он предан анафеме. Я о нём нічого не могу сказать, кроме того, что к нему я бы не пошёл никогда. Это определённо. За ним чистится слишком многое. Чтобы не согрешить, я нічого не скажу. Но к нему я никогда бы не пошёл. Давай далі. Повторяй ему. Ну скажи. Як справа на батьківщині нашій? Добре. Добре. Ну в ваших краях-то добре, а на сході-то погано. Ну у нас поки ехал на сході. Он запрещен был, предан анафеме. И тут надо быть очень осторожным. Вот поэтому. Ты быстро переводи. Ну Филарет був предан анафеме. Ты знаешь про це? Я спрещу теж ходил до Київського патріархату, але потім, коли узнав, що він передан анафеме, я почав ходить до Московского патріархату. І зараз я вже зарубежниця церкви. Так. Давай наступне питання. Наступне питання про старообрацію Белокорницького согласия. Чи звергались у них херакіні від апостольських часів, таїнства чи дійсні? Про апострацію Белокорницького согласия. Белокорницького согласия. По щастям, да? Белокорницького согласия старообрядства. Нихерата не, сохранилось рукоположення? Сохранилось. Це настояща церковь. Добре. Ідемо далі. Ліцевий свод Іоанна Грозного. Ліцевий свод Іоанна Грозного. Це Герман Стервіков розкручує. Так. І можна читати чи можна читати? Можна читати, але не далі. Він разрушитель. Він ще не говорить, він нічого не робить. Для нього що є, що не церковь. Московський патріархат не такий, старообрядці не такі, а де-то хтось є один, і він один. Ну смішно навіть. Читати можна, але довіряти Стерлингову не треба, бо він шахрай. Зовсім невіруючий людина. Так він має народ, він там показує, що він живе в деревні, живе... Він убіжав в Карабах, він убіжав в Карабах тепер. Він ж виїжджі країни, де він живе... Він заколотил окна, кріс-накріс, і біжав... Брехут, значить? Так, він втік. Наступне питання, Єгнатий Тихонович. Про спутні... Ми повинні вибирати ту, яка нам сподобалася, і дійснувати. Чи нам Бог готував, то єдену і чекати. Та, що дівчина, треба зразу приступати, якщо подобається? І Бог нам какую-то приготовлю зарані? Дівчину, яка нас ждет десь вперед? Ну, видите, тут можна розуміти і так, і так. Але головне, це треба молитися, щоб Господь усмотрел. Щоб она була приветливая. Зарані, допустим, пошел от Аврама Ісааку невесту искати. І він не говорив, що потрапляється така черноволосая дівчина, хороша, високая, піти умеє добре. Він цього не сказав. А, котре напоє, а слово там і проще. Тобто, вона приветливая. Быстро переводить. Ти розумієш, що він каже? Розумію так. Він розумієш. Переводити не треба, я все розумію. Не треба терять час, він розумієш, що ви говорите. Ну, я постараюсь медленно говорити, щоб в неї була доброта. Надо познакомитися з родителями. Обязательно. Часто дочь сильно похожа на мать. Ти видиш, какая мать? Примерно она такая же и буде. Якщо нормальне воспитання в семье. Верить ли она в Бога? Признаєт ли она твое главенство, що ти муж, голова, а не подкаблучник? Подкаблучник переведи йому. Я розумію. Разумію? То есть, що жена скажет, подкаблучник? Она каблучником на нім стоїть. Це позор. Ти заранее должен сказати їй, муж, голова, а жена, тело. Так Бог усыновил. Потому що Ева прерстилась, согрешила. Адам пошел за ней. Что из этого получилось? Тут есть несколько условий каких. Ставить. Красивая, чтобы была. А прожил 30 лет. Я говорю, ну и как? Ой, глупый был, молодой. Надо было искать послушание. Будет ли она меня слушаться? Вот это главное. А ты должен быть для нее руководителем. Знать святую Библию. Ты должен быть настоящий православный христианин. Ходить в храм. И чтобы ее вести. Считать вслух. Вот вы на наш... Ну она же... Она по-русски-то понимает? То у него еще нету как бы... Нет. У меня еще кошки. Я-то... На... Авансом спрашиваю. Ну да. То есть треба діет, але... Выполняй условия вот эти все. Вот. Чтобы ты постоянно был в Боге. Наставлял ее. Говорил. Вот у нас на моем сайте я насчитал Библию Иоанна Златоуста. 12 книг. Диск поставил. Она картошку там чистит. Там что у вас, бульба или какая там. Разговаривает где-то. Товарки пришли, соседки. Она включила и слушает. У ней времени мало будет. То ребенок, то огород. Чтобы она могла слушать. А не так, чтобы она от тебя отстала и неизвестно где. Ты не будешь ее к Богу везти. Все разладится. Чтобы в семье был молитвенный час. Вместе молиться всегда. Вместе. Как она ни была ночью, но утром вместе встать на молитву. Вечером как придется. Так же и дети должны быть. Если молитвы нету, нет домашней церкви. Домашняя церковь должна быть не в Киеве, а дома, в доме. И ты главный. Ты как священник. Чтобы было уважение, страх перед тобою. Написано, что надо убоиться мужа. Чтобы она боялась, как бы не огорчить тебя. Потому что ты на работе, тебе трудно, чтобы она ждала и была в полном послушании. Ждала и молилась. Вот тогда можешь жениться. А если ты ничего этого не ищешь, зачем тебе это? Тогда и не надо об этом говорить. Это великий дар Божий. Это благодать на благодать. Жена стыдливая. Чтобы она не носила мужскую одежду. И сам не бресь никогда. Это знак власти, который Бог дал. Я знаю, что у вас как-то там по-другому смотрят. Но Библия-то одна везде. Бог будет судить нас по Библии. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 48 стих. 12-48. Я не сужу вас. Слово, которое я говорю, Христос говорит, говорю. Оно будет судить вас в последний день. Ты сможешь перевести это предложение? Чтобы у него крепко ударило. Это вирш из Евангелия от Иоанна, 12-48. Христос говорит, я не сужу вас. Ты запиши, прочитай в украинском языке. Но слово, которое говорит, слово, речь, мова. Я не сужу вас. 12-48, извините? Иоанна. Евангелие Витаяна. Евангелие. 12-48. И вот к этому с первого дня приучай сам себя. Кто бы что ни говорил, а ты вникаешь в Слово Божие. Как оно говорит? Про Денисенко у меня многие спрашивали. Я отвечаю всем одинаково. Сказать о нем что-то я боюсь. Но писали о нем много такое, что непотребное. И поэтому я опасался бы. Тут про бороду, знаете, я тоже починал деякий час отпускати бороду. Деякий час отпускал я, а потом, когда приехал, влаштоваться сюда на работу. Влаштовался я вчителем. Вчителем истории. То батьки были против моей бороды. Ну и на работе тоже, потому что вчителем истории пришлось ее сбриваться. Нет, нет, это неправильно. Вы в малом неверны. В малом, если ты неверен, даже бороду не можешь отстоять. А другой говорить не надо. Вот у меня военный билет. На военном билете в советское время я уже с бородой. Никогда не прикасайся. Ты твердо стой. Так Бог сотворил. Посмотри на изображение иконы Иисуса Христа с бородой. Это образец. Главный образец. Апостолы все с бородами. Все до одного. Пророки все с бородами. А ты на кого похож-то? Что, в семье две мамы? Одна. Ты муж. Это знак твоей власти. Никогда не надо уступать. Зачем? Меня с работы выгнали. Ну, пойду в другую, пониже возьму. Но я знаю, что я свободный. А это уже ты, раб. Тебя стукнули и ради какой-то щечевичной похлебки начинаешь услуживать миру. По стихии мира. Ты сам себя будешь потом презирать. Не делай этого. Вот так. По девчине. Обрати. Такое было у христиан. Он познакомился. Она язычница. Совершенно не знает. А потом обратилась. Мы это считаем. У святых мужей было. Ее выдали замуж за язычника. А она ему говорила, свидетельствовала. Наталья. Адриан обратился. Стал христианином и мучеником. За Слово Божие. За Христа. Конечно. Если вы будете ходить в храму Московской Патриархии, то там Бог да укажет вам. Мы можем даже договориться, чтобы молиться за вас. Вам сколько лет-то? 25. 25. Возраст совершенно. У мужа 30 лет. В 25 лет, конечно, может жениться. А работаешь с кем? В четвертой истории. По чартике. Учитель истории. Учитель. Самая негодная специальность. Чего? Вранье одно. Они историю искажают. А что ее истории-то? Как преподавать? Бери книжку, считай, уже знаешь. Другое дело, ты бы иностранный язык их учил. Математика, физика. А история-то самый негодный урок. Это когда уже ничего нету, ни на что талант, тогда туда идут. Историки самые негодные в школе. Где-то в 90-х годах полностью отменили экзамены по истории. И написано было в газетах. Потому что история страны чудовищно искажена. Чудовищно. Они все даты перекинули. Где милость Божия была, как Господь посылал оборону. От каких врагов. Ну, вот считаем, Тамерлан, когда пришло. А они вообще не знают. У меня близкий человек, который тоже историк там. Я его спрашиваю, а он не знает. Как же ты не знаешь-то? А открыли, замазали. Как будто этого не было. История. Историю нужно знать в Священное Писание. Коротко сказать так. Господь нас сотворил. Дал жизнь. И мы умрем. И будет суд Божий. Вот теперь в это пространство войди, чтобы быть готовым. А тут теперь уже разыскивай. Мне нужно знать, как меня возлюбил Господь. Чего Он от меня хочет. Как жить. А работать на первом месте работы. Все работы. Это сельское хозяйство. Кормить. Поесть. Это поле засеять. Выращивать разные злаки, продукты. Садоводством заниматься. Животноводством. Это одно и то же. Это самое главное. Второе. Это пониженным. Первое. Это наездить на. Второе. Это текстильная промышленность. Шить учиться. Мужчины есть хорошие портные. Третье. По важности. Третье. По важности. Это строительство. Закончить строительный техникум или институт. Или училище. Уметь строить. Я строитель профессиональный. Я все время был с куском хлеба. У меня все было. Я печник. Меня везде зовут. Я на работе отработал. Пошел кому-то дачу делаю. Я там заработаю в несколько раз больше, чем на работе. У нас базу ремонтируют. Ну, нанимали. Там воруют краску. А мы работаем здесь. Нас наняли. У нас в два раза меньше краски идет. Они рады. Делаем на совесть. Я сорок лет печи делал. Стеклеть. Плотник. Рамы. Столер. Это третья по важности специальность. А остальные уже дальше. Вот три главные специальности. Наесться. Прикрыть тело. И найти жилище. Ты сам себе построишь и дом, и дачу. Учиться надо, чтобы у тебя было несколько специальностей. И все, что делаешь, делай с молитвой, как для Господа. Эту жизнь-то мы сами себе как-то должны определить. Не просто сидеть дома, да в компьютерные игры играть. Компьютерные игры никогда не играй. Это мозги полностью отсутствуют. Полное поражение. Никакие наркотики, ни выпивку, ни табака, чтобы даже не именовалось нигде. Худого, бранного слова не скажи. Это элементарное такое. Ежедневно считай Библию. У Володи он у нас сколько написано этих. Маленькие на картоночке он записывает. Ну, белая бумага, твердая. Места писания-то. Ну, и там по-украински, по-русски, может, по-английски. Как ты знаешь. И размышляй об этом. Специальность нужно хорошую иметь. А это какая специальность? История. Вам, может, это неприятно, я говорю? Тут сейчас у нас справа. Потому что у нас вошел закон на Західней Украине, что вчителей не будут призывать до армии. Вчителя не будут в армию браться? Не будут мобилизовать. Ну, это я не знаю. Про этот вопрос я не ставлю. Я никогда об этом не думал. Это уже советуется с плотью и кровью. Я пойду. Меня и так не возьмут. Я буду молиться, и Бог как-то сделает по-другому. А если возьмут, я буду в другом месте убивать никого не буду. Заранее скажу. Присягу принимать не буду. У нас в России альтернативная служба. Заранее пишем заявление. От армии я не отказываюсь. Буду на снаряда подносить не буду. Не буду. На поле, который лежит на минном поле. И спасать надо. Туда я пойду. Я жизнь должен отдать. Может быть. Но убивать не буду. Написано не убей. Враг голоден на корме. Мы так понимаем. И поэтому, как бы меня в армию не взяли, это не надо. Это уже страх. От этого надо избавиться сразу. Никогда об этом не думай. Возьмут, значит возьмут. Умереть? Не мобилизовать на Схід, чтобы там воювати. Зараз забирают людей, чтобы воювати на Сходе. Но ты не воюй. В армию пойди. У нас в армию люди идут, но присягу не принимают. Их никуда не толкают. Они то поваром где-то поставят. У меня племянника взяли, а у них там корову воинская часть. Он за коровами ухаживал. Молоко всегда. Присягу принимать не надо. Бог запретил. Говорит, не клянись ни небом, ни землей, ни головой своей. Клятва запрещена. Стой твердо перед Богом. Я на Бога полагаюсь. На Бога. Я вот сидел несколько раз за Слово Божие в тюрьме. И были такие люди, которые лгали. Чтобы избавиться, чтобы поменьше срок дали. Но когда они обратились, покаялись, я им говорил, немедленно вызывай прокурора и расскажи, как было. Так мне там лет 10 дадут. Отсидишь, придешь, ты чистый. Этого бояться не надо. А и получалось, никого дольше, чем положено, не посадили. А наоборот, меньше им был срок. У всех. Я на Бога надеюсь. Мой Бог знает. Он говорит, я есть путь истинной жизни. А раз он истинно, мне деваться некуда больше. Я ему служу. И не надо торговаться. А если я сделаю так, а вот солгу мне лучше будет. А вот уступлю им как-то полегче, ничего этого не будет. Стой прямо. Ты христианин. Я поклоняюсь только Богу. А этим идолам, которые грозят, зачем? Я буду им говорить о Боге. И Господь усмотрит. Это только кажется, что вот так там трудно. Ну я в тюрьме был, не в одной. Конечно, трудно. Но тебя все будут уважать, как стойкого, мужественного бойца. О которой поколеблется, написано. Не благоволит тому душа моя, говорит Господь. Мы не исколеблющиеся на погибель, добавляет апостол Павел. Нигде не колеблись. Ни из-за бороды, ни из-за армии, ничего. Стой прямо. Бороду не трону больше. И весь сказок, так меня Бог сотворил. Придумали бритву и прочее. Все это отбрось от себя. И ты увидишь, как твоя душа засияет перед Богом. Совсем по-другому ты будешь смотреть на этот мир. Ты смело будешь отвечать людям. А так ты в одном месте уступил, согнулся в другом. Ну и какое тебе доверие? Да какой ты проповедник будешь? Стой прямо. Не бойся никого. Ни попов, ни патриарха, ни президента. Вот мы в армию не идем. Мы желаем мира. Мы молимся за Путина Владимира, за Порошенко Петра. Каждый день молимся. Так, нет, Никита? Все дня молимся. И мы молимся, чтобы Бог дал мир Израилю, России, Украине, Сирии. Каждый день повторяем. Ваш президент у нас не на задворках. О нем много говорят там и разное говорят. А мы ничего не говорим. Только одно молимся, чтобы Бог вразумил ему, добрые мысли дал. Руководить таким большим народом. Чтобы не было вражды к русским. Потому что мы одни. Это один народ. Это не два народа. Киев это мать городов всех была. Мы оттуда получили веру. Через уже Иерусалим и Константинополь. Тут так. В наш... Вот в окружении в нашем никогда, никогда ни одного человека вы не найдете, чтобы был враждебен к Израилю, к Украине там или еще кому-то. Мы все люди мирные. Пацифик. Так, ведь в чем это новое-то, сын? Все? Повтори, что ты сказал? От учителя отказаться. Ну это отказаться от учительства-то получается. Ну, не бойся этого. Когда христианин обращается, у него все меняется. Вот Корнилий военный. Он сразу ушел в гражданку. Лонгин стоял у креста-христа. Он сразу ушел оттуда. Так у него все там. У него воинское училище. Вот недавно офицер приезжал, молодой парень. Подавает заявление и ушел оттуда. Ну, должен был уйти. Андрюша приезжал, который. Ложкин, да. Из Мурманска. Тут надо решительно сказать. Я иду за Христом. А что там преподавать? Какое-то... Переучись. Математика, физика. Все это необходимо. А история... Это никакая не специальность, ничего. Пустой звук. Она нигде не требуется. История, которая вам год назад была, два года назад, и которая сегодня, там уже разница. Потому что враждебное отношение к России теперь пересматривается по-другому. Теперь уже национальный герой Бендера. А до этого враг был. Вот у вас там был такой Сашка Белый. Музычка. Наверное, слышали? Как нет? Как это может быть? Не знаю. Музычка. Белый Сашка. Его застрелили. Свои. Там Аваков или кто там, министр внутренних дел. Дали указания. Он никому не подчинялся. Он воевал в Чечне, русских убивал. И на него все ополчились. Его убили. А он так разобраться. Патриот Родины был. Жестокий. Непокоривый. Но он любил Украину. А то москаляку на геляку. Прыгают там стоят. Ваши ученики. Москаляку на геляку. Дальше. Я хрящений, получается, неповноценным. Потому что мне хотели какие-то обрезали. Ну, при московском патриархате. Так, получается, причастие и венчание будет недействие. Мне требует хрящений, все полноценно. Все как? Ну, был крещен, не погружение. Надо полное погружение. А таинство, спрашиваю, таинство венчания действительное? Действительное. И причастие? Они не связаны. Причастие. Причастие. Если вы по-настоящему решили следовать за Христом, по уставу, по канонам, найдите священника, московской патриархии. Найдите. И чтобы он вас покрестил. Погрузил. Как положено. Это заповедь Божия. Все остальное это выдумка. Это лживые попы, которые Бога не знают, не боятся. И они все оправдывают, любое беззаконие. Учатся в семинарии, академии, чтобы любое беззаконие уметь оправдать. Ты им не верь. Писание говорит об этом. Евнух и Филипп оба сошли в воду. В воду. Они на берегу стояли. Вот он нынче у нас. Вот Никита стоит перед тобой. Нынче он крестился. Видишь, Андрюша, вы если спрашиваете, второй раз этот вопрос мне не задаваете. Я никогда не спорю. Я возвещаю истину. Верующий спорить не может. Это нам не положено. Мы должны знать истину, засвидетельствовать и все на этом. Я сказал, теперь я невиновен. Я от вас ничего не утаил. Десятину зарабатываешь. Сколько ты гривен зарабатываешь? Ну, допустим, 500 гривен в месяц. Значит, десятая часть это 50. 50 гривен отдай священнику. Если ты не отдаешь, ты вор, похититель. Это пророк Малахия говорит. Тогда в церкви продажи никакой не будет, торговли не будет. Христос никого не будет веревками выгонять. Десятина от всех прибытков твоих. Накопал картошки, десять мешков. Один мешок отдай священнику. От всех прибытков твоих. Сразу поставь себе. Вот первое благословение никогда нигде не поноси евреев. Никогда не ругай. Никогда. Семя Авраамов должно благословляться. А они не такие. Они захватили. Они обокрали нас. Все знаю не хуже вас. Но я должен их благословлять, чтобы они признали Христа спасителем. А не антихриста, которого ждут. Против евреев никогда не выступай. Будь благословен и убогой. И плати десятину. Вот два главных благословения. А дальше шти отца, мать. Это посередине уже. Вы Леонова там слышали у вас был такой? Николай. Убили его. Он был по кикбостинску чемпион мира. Молодой парень. Закончил семинарию. Как он? Большое образование. В Румынии учился. И где-то они тут ехали. В Донецке. И в Донбассе где-то там были. И в Донецке. И сверху их там ударили. Сколько? 28 что ли человек было. Все погибли в автобусе. Разорвало их всех там. И он со мной в интернете разговаривал. Я ему говорил. Воевать не надо. А он. Нет. Да-да. Помогать пошел там. Который отделяется от Украины. Вот. Ну его убили. Я ему сказал. Говорю. Ты не доживешь до 50 лет-то. Если ты будешь воевать-то. А теперь меня спрашивают. А как вы знали? Я ничего не знал. Я знаю только взявший меч от меча погибнет. Кто ведет в плен. Тому самому надлежит пойти в плен. Ты воевал. Ты с оружием был. Тебя сразу пристрелят. И все. А я не воевал. Я спасал. Если я погибну. Я погибну как христианин. Еще вопросы есть? Есть. Так. Причастие и меча они заразь будут действовать. Так, Леш? Если вы думаете принимать крещение. То прищищаться сейчас не надо уже. Не надо. Вы готовитесь. Как оглашенный. А венщаться можно. Как только покреститесь. В этот же день вы прищаститесь. Тут надо все по-серьезному. Я почему-то думаю, что люди не очень сильно ищут где покреститься. Вот у меня там с Карелии. Карел, Афины там где. Один писал. Вот я не знаю далек как вам ехать. Я говорю. Ну ты ищи. Он поехал на Афон. Его монахи там покрестили. Там у них праздник был. Вывели его и в море с полным троекратным погружением. Другой пишет. Я тоже нашел священника. Выехали куда-то на озеро. И он покрестился. Искать надо. А ты приобретешь добрых друзей и хорошего священника. По одному плохому не надо о всех думать, что все такие. Не все, но большинство Бога не знают. Это большинство. Главная болезнь это трусость и корысть. Трусость всего боятся. Больше всего боятся архиерея. Друг друга боятся. Да какая это жизнь в таракане? Ты смело говори. Дух Божий там где свобода. Когда ты свободен от всего, тогда Дух Божий тебе обильно дает благодать. Я пришел бы в Тернополь до батюшки и питаю его про крещение. А он говорит мне в ответ, что достаточно в однии корабли, чтобы хрестеться. Это он говорит так. Он говорит. Оно говорит, а все можно. Язык бескостей, как говорят. Он говорит. 50 апостольское правило говорит. Если он так говорит, его надо извергать. Он уже не священник, а просто разбойник, бандит в рясе. Это наши каноны. Это Библия святая говорит. Это духовное рождение, перемена жизни. Должно быть оглашение, научение. Ничего нет. Пришел, деньги флати, по мозгам хлопнули, иди. Ну скажи, когда ты крестился-то, ты видел как? Теперь можете сейчас... Вот я сегодня выставляю в Mail.ru мой мир. Вы в мой мир заходите на нашу страничку, нет? А вы зайдите в мой мир, Игнатий Лапкин. И вы увидите, сегодня я выставляю фотографии, как крестился Никита. И вы увидите, какая это красота. Сколько радости, какие поздравления, какие люди сделаются. Он как сияет весь. Как говорит, как новый полтинник. Так, еще что? Как часто причащаться? Все. Расходится? Прошит, как часто причастие принимать? А я думал, он сказал, что достаточно. Как часто? Видите, определяется не как-то из внешних дать указания. Раньше всегда в России причащались 4 раза в году посты. Посты все соблюдай. Среду, пятницу ничего не вкушай запрещенного. Купи календарь в церкви и смотри по нему. Вот он знает, у нас масла нет завтра. И растительного масла у нас не будет. Ибо никто не умер. А у меня дети, детский лагерь. Мы найдем замену компоты разные, хлеба, пирожки. Но масла растительного не будет. Не говоря про молоко, про мясо. 4 раза. Причащались всегда, говели. Поэтому златоуз говорит, мы не одобряем ни того, ни другого. Одобряем готовность. Чтоб ты был готов. На душе легко, ни на кого ничего не имел, не злобился. Ну и твори милостыню. Кроме десятины. У тебя должны быть средства. Так, еще питания мы не есть. Деколька. На Армении пошел. На Армении пошел. По кого порекомендуете? Из современных проповедников? Там Кураев, Осип. Учего Смирнов еще подивитесь. Что они делают? Ну кого можно посмотреть сейчас в интернете? Может, с теняю вас? Вы можете всех смотреть. Но вы должны знать Писание и по Библии сравнивать. По Библии надо всех проверять. Говорит он не вопреки ли священного Писания. Мне, например, вопрос такой даже не возникает. Я сразу вижу, что неправильно говорит. Он только сказал, я сразу в другое место Писания. Патриарх говорит, я вижу, он говорит неправильно. Я делал разбор у патриарха Алексея, сегодняшний который патриарха. Им по пятьдесят вопросов. И он отвечает только на пять вопросов правильно. А сорок пять неправильно. Неправильно. Это не по канонам никак. Он скрывается что-то. И я должен сказать это. Я написал это, в книге у меня написано все. И поэтому к тебе будут прислушиваться, смотреть. Потому что ты не сам говоришь. Это Дух Святой из трех на страницах священной книги Библии. Слушать можно всех. У Осипова есть хорошая, у Смирнова и у Андрея Кураева. Но ты будь внимательный, смотри. Иной говорит, советует в свою пользу. А тебе пользы в этом нет. Они боятся друг друга все. Один, кто восстал смелый, это Андрей Кураев. И то по одному только вопросу. Гомосексуалистов. Ну и они его задолбили. А остальные это они все боятся. Они боятся правильно сказать, обречить. Никто не патриарха, не скажет ни президенту, нигде. Нас Бог избрал. У Иоиля написано, туда, Господи, веди твоих героев. Верующий написано, смел, как лев. А не счастливый бежит, когда за ним никто не гонится. Они заранее просчитывают, я скажу так. Меня из университета, это академия уберут. Осипов тоже и налево, и направо крутит. Заворачивает. Думает, что ли, веры никакой нет. Другой раз скажет, можно послушать. А иной раз говорит вообще, как будто Библию в руках не держал. У нас один критерий. Святая Библия и Дух Святой. А почему вы думаете, что вы правильно понимаете? Меня спрашивают. Объедумать даже не надо. Мы православные, у нас все это уже сказано святыми отцами. Их надо знать. Эти местописания истолковали они. Иоанн Златоуст, Василий Великий, Ифрем Сирин, Семенову Богослову. Я вижу, я насчитывал эти книги, я их знаю. И вижу, они говорят совершенно не так сегодняшнее. Для них главное это епископ. Главное, архиерейш скажет. А каноны, соборы. А на соборе не один епископ был, а 630. 630. И они их вот так отбрасывают. А который сегодняшний говорит, там бритый и гомосексуалист. Они ему верят. Да вы достойны гибели окончательной за это. Я с ним и как бы разговариваю. Лицемеры. Горбатятся перед каждым беззаконником. А ты встань в лицо, обречи его. Быть может и он дрогнет. Кинь ему в лицо этот упрек. Зачем ты залез сюда, вепрь не обрезанный. Клацает зубами стоит. Они не верят. Вот этот фильм поставили, Левиафан. Как они попы-то заволновались. Он там показал, как с мирской властью. И плохого не говорит. Но видно, что все поддерживает их. А он беззаконник, матершинник. Мэр. Фильм, Левиафан. Такой был. Недавно. Его номинации выставляли на Оскар. А вы на нашем Ютубе бываете? Видеоканал? Кожан, да, я не захожу. Каждый день. Каждый день. Ну вот, мы вот этот ролик, недели через полторы, вы его увидите. И вы можете потом неоднократно его прослушивать. И вы будете слушать. Я вам заранее скажу. Только помолитесь. И скажу, Господи, открой мое сердце. И вы увидите, как у вас будет на сердце радостно. Что есть святая Библия. Я вам не даю авторитетов других никаких. Дух Святой нас ставит на всякую правду написано. Он придет и обличит мир о грехе, о правде, о суде. Спрашивает, а какой самый большой грех? Ну, убить человека, там, прелюбодействовать. Христос не так говорит. Он придет и обличит мир о грехе, что не верует в меня. Не верит, а самый большой грех. Раз не верит, он и наркоман, он вор, коррупционер, он оборотень. У него все грехи в нем. Просто он не верит. Суда Божия не ждет. Это плохой судья, плохой милиционер. Никуда. Жена, если у тебя будет неверующая, она будет крутиться, вертеть перед каждым. Тебе ее не удержать. Чужих детей будешь кормить. Поэтому найди. Вымоли у Бога, чтобы она была верующим. Чтобы она рано вставала. Раньше тебя вставала. Вот мы встаем в 4.40 всегда. И днем, зимой, воскресенье. Вот Никита втянулся, его будить не надо, он сразу соскакивает. Сразу бегом аж. Правильно я говорю? Правильно. Вот так, Володя вот у нас тут. Еще где Володя-то наш? А я здесь. Бачу, бачу. Ну что, Андрюша, все вопросы кончились? Такие питания, что... А как оно, вычувать Духа Святого? Это, Господь, получи, да? Я без нас, как чувствую. Как чувствовать? Понимаете, и на этот вопрос нельзя ответить никак. Ну никак. Просто никак нельзя. Я вас спрошу сейчас. Вы халву ели когда? Ели. Ну объясните мне, человеку, который не ел, как объяснить ему? А у него вкусовые качества отбиты, у него облучение было, у него рак был. Ну и ты ему никак не объяснишь. Вот слепой, мать идет по лугу, и цветы, она говорит, ой, какие колокольчики, какие цветы полевые растут, там ромашки, а он слепой, он не видит. Он спрашивает, мама, а как это, как на Пасху колокола звонят? Она говорит, нет. Но как ему объяснишь, когда у него чувства этого нету? Но когда у него зрение вернулось, он на луг на этот пришел, упал, обнял, и говорит, мама, почему раньше мне об этом не говорили? Он говорит, я говорила, сынок, ты понять не мог. Мы должны понимать, человек, который не видел и видит теперь, это два разных человека. Однажды молодые сидят в вагоне, а напротив их сидит, видно, что отец и сын. Сыну лет 25, вот такой. И он сидит и опять что-то спросит, и видно, что он как маленько не хватает у него. Когда поезд тронулся, и он кричит, отец, смотри, деревья побежали от нас. Деревья побежали-то. Он не знает, а родители, которые сидели молодые, говорят, он давно у вас так болеет? А он говорит, не болеет. Он говорит, из больницы едем. У него зрения вернулись. Он никогда этого не видел. Он первый раз в поезде сидит. Видите как? Человек, который все не знает про ближнего, он может ошибиться на 100%. И вот так человек, он первый раз видит. И когда ему говоришь, если ты веришь это, Дух Святой тебе будет открывать, что верь в Библии, все написано Духом Святым. Все писание Бога духовное. Вникай в себя и в учения. То есть сравнивай. И занимайся с ним постоянно. Вот так поступая, ты спасешь себя. И слушающего тебя. И невеста будет хорошая, и дети другие. Для Бога. Я для Бога. Он дал мне жизнь, чтобы я прославил его делами своим, жизнью своей. Меньше всего кого-то суди. Суди сам себя. Говорить правду надо, но это не осуждение. На меня вот напали сейчас вот разные там попы, священники. Они мне в ад там сатана. Они осуждают меня, а сами говорят никого не суди. Они не понимают совершенно, неверующие люди. Я только вот недавно, часа три назад разговаривал с нашим митрополитом. Он это знает и говорит, а что они на вас так? Как будто убить вас хотят. Я говорю, я свободный, а они рабы. Они завидуют мне все. Я говорю о недостатках, что они исказили Писание, каноны порушили. А люди ничего не знают, только деньги, деньги, деньги. Они без денег жить не могут. Они смертывать берут, мародеры. А у нас в храме нигде деньги не появляются. Каждый платит десятину и все. Батюшка, мой брат, держит овечек. Овцы. Они вырастают, это деньги. На прокорм тебе, на продажу. Мы отработали сколько нынче. Мы же работаем бесплатно. Вот сейчас как мне идти, тебе надо работу искать какую-то. Вы видели, как мы там пруды делали, дорогу. Мы не для себя это делали. Чтобы люди, которые там будут жить после нас, чтобы жизнь была по-другому. Чтобы можно было рыбу разводить. Я вот начальник детского лагеря, основатель, 44 года. Эти ребята работают в лагере. Все помогают. Это для Бога делаем. Мы в детях очень крепкое основание закладываем. Они рано встают, работают. Занятия, молитва, храм. Ну, вот так. Ну, все, Андрюша, наверное, да? Все. Ну, давайте. До следующего раза, через неделю. Ну, только сначала напишите, чтобы я увидел, я свободен или нет. Примерно вот в это время. Это подходящий как раз. С Богом. Добрый день. Да сохранит вас Господь. С Богом, брат. С Богом. С Богом. Хорошо, что пришел. Вот, примите его. Андрея, Марко. В контакте его примите. Ну, я принял его.